Всем привет! На канале Тренер Хапаев я сегодня хочу поговорить на достаточно сложную тему, но которая может быть для многих прояснит ситуацию. Вот ваши отношения к тренировкам, ваши отношения к разминкам, к утренним зарядкам, как замотивировать себя, как настроить на тренировки. Вообще, как тренироваться правильно, потому что вы слышите с каждого утюга, что нужна мотивация, нужны цели, нужно составлять планы, такие генпланы. Знаете, вот как это, пятилетку за четыре года. Мы, к сожалению, так нас воспитывали еще в школьные годы, в институтах, что везде какие-то планы, задачи, и все это убивало в нас творческий потенциал. Все, что мы делали с юных лет, с детского сада, с ясельных лет, где мы находились в коллективе, который выстраивался по принципу жесткой доминации, жесткого подчинения, это были воспитатели, учителя, деканы, директора, которых мы сознательно или бессознательно боялись, не хотели с ними сталкиваться в коридорах. Все это, представляете, сколько лет? Сколько лет нас ломали для того, чтобы сделать из нас послушных членов общества. Конечно, многие могут не согласиться со мной, скажут, что это чушь какая-то, что должна быть дисциплина, должен соблюдаться закон, а иначе это будет бардак, то есть, ну, я понимаю отряд. Ну, я не для этих людей разговариваю. Я говорю для тех, кто действительно хочет понять, что такое творчество, творчество и что такое тренировка. Я буду рассказывать из своего опыта. Я тоже находился под тренерами в различных видах спорта, поскольку в советское время детей все время отдавали в разные секции, для того, чтобы, не для того, чтобы их сделать универсальными, а потому что в секциях нужно было еще попасть в разряд, ну, генетически одаренных детей. Если вы не одарены, ну, или же в крайнем случае вы должны обладать очень сильным упорством, терпением, волей, чтобы вас тренер заметил и понимал, что, да, генетика не совсем, но вот у него есть характер, стержень, да, как говорится, и он может что-то добиться. Я проходил через тренеров, не во всех секциях все это было удачно, потому что моя конституция на тот момент не устраивала там и в гимнастике, и в плавании, и меня просили, родители моих просили увести меня в другую секцию. Вот, потом настало время вот такого кубертатного периода, когда у меня начало проявляться самосознание, когда я начал что-то понимать, ну, мне спорт нравился с детских лет, я начал глубже изучать те предметы, да, с чем я сталкивался, и, ну, на сегодняшний день получилось то, что получилось, да, я до сих пор выхожу на помост, я до сих пор побеждаю, то есть сейчас мне будет 60 лет, но при этом я выхожу в категории открытой и в категории ветеранской, побеждаю и в открытой категории, и ветеранской, то есть всегда у меня призовые места там, первое или второе. Понятно, что абсолютку я не могу завоевать, это бессмысленно, потому что есть мощные, сильные гиганты, одаренные огромной силой, и, конечно, там в супертяжелом весе, конечно, ну, а в своих весовых категориях, в своих возрастных группах и в открытых категориях я достаточно успешно выступаю, но уже, грубо говоря, с 40 лет, вот до 60 лет я продолжаю упорно держать себя на призовых местах. Так что вот сейчас ближе к телу, да, сейчас вы скажете, что там о себе рассказывает, там что-то хвастается. Вот, понимаете, я всегда эту тему боюсь трогать, потому что, ну, это вызовет какое-то, может, даже отторжение. Я противник любых систем, ну, вот я начну вот так. Я противник любых систем, и я даже тренирую, когда людей, когда вот тренирую, я стараюсь быть не тренером, ну, то есть я подсказываю, понятно, что я подсказываю какие-то важные моменты, там, биомеханику движения, там, как правильно лечь, как правильно взять штангу, это азы, это понятно. А вот нахождение собственного пути невозможно подсказать. То есть человек должен сам прийти к этому решению, то есть как ему правильно локти выставлять, там, куда штангу опускать. Ну, если говорить о профессиональном спорте, то там человек должен сам подобрать под себя все эти движения. И здесь вариативности очень много. И если, я считаю, что самым примитивным тренером является тот, который тренирует так, как он сам тренировался. То есть когда он говорит, вот, посмотри на меня, вот, посмотри на мои заслуги, вот, я добился, потому что там, то есть он не учитывает там ни генетику, не учитывает ни рост, ни психотип человека, ни длину рук и так далее. Да, то есть он просто тупо под себя выстраивает человека, и из него, конечно, ничего, ну, второго ты себя не сделаешь, грубо говоря. Это, кстати, проблема родителей, большая проблема родителей, которые хотят все свои комплексы потом обыграть уже на своих детях, на своих чадах. Там, будь то дочка, там, это вот музыкальные школы, сольфеджио, там, эти вот тоже всякие кружки по рисованию. Вот, если у самой родительницы не получилось это сделать, то она будет издеваться над своим ребенком, пока тот уже просто, ну, на уровне подросткового возраста он что-то будет делать, а потом он, конечно, бросит, когда уже родители не смогут справляться с ребенком, он, конечно, бросит. И благодарности точно не ждите за то, что вы издевались там, впихивали то, что ему не нужно было. Ну, ладно, это такой воспитательный момент, это каждый сам решает, как его воспитывать детей своих. Так вот, возвращаясь все-таки к тренировочному процессу. Вот, например, как себя заставить делать зарядку рано утром? Да, блин, ну, никак ты не заставишь, ты хочешь спать, и нету никакой мотивации вставать. Даже если у тебя боль, да, даже если тебе больно, и тебе нужно растянуться, вот, казалось бы, ну, трудно, думаешь, ну, лучше я часок отдохну, оно и для боли хорошо. И кто выигрывает здесь? Выигрывает тот, кто понимает, что ни в коем случае нельзя лежать, что надо вставать и надо действовать. Надо действовать, потому что если у вас уже под утро начинаются болевые какие-то ощущения, то это мышцы проснулись, они начинают сокращаться, вы получаете вот через болевые рецепторы сигналы, и, значит, конечно, нужно делать какой-то массаж, нужно делать растяжку, ну, все зависит от, о какой боли мы говорим, да, но действовать нужно. Вот в данном случае боль является таким мотиватором к действию. Кого-то она поднимает, а кого-то не поднимает. Почему же все-таки вот кого-то она не поднимает, хотя боль, ну, проявляется? Потому что нету знаний, вот элементарно. То есть человек не понимает, он обнулен, он не знает, что делать с этой болью. То есть он посмотрел какой-то, какого-то эксперта, там что-то где-то отдаленно сказали, там знакомую фразу, знакомое слово услышал. Он попробовал вечером минут пять что-то сделать, никакого результата нету, и он на этом все забросил. Тем более встать там в пять утра, в шесть утра перед работой что-то делать. Нет, он этого делать не будет. Например, я это делаю. Я это делаю, потому что у меня есть вот эти, вот это в голове шахматная доска и множество комбинаций, множество комбинаций ходов, которыми я могу манипулировать. Я могу знать, что мне нужно сделать сегодня, что мне нужно сделать завтра, потому что уже набран опыт. Вот у кого, но опыт обнулен, он не знает, какую фигуру, как ходить и куда ставить. Вот в этом проблема, да? То есть вы можете нарисовать картину черно-белую двумя красками, вы можете нарисовать картину, имея палитру всевозможных оттенков, и она станет гораздо богаче, интересней, да? Но черно-белая картина может выиграть по какой-то стилистике, по какому-то своему авангарду, а цветная с многими красками окажется пустой и просто многоцветным набором красок, и не будет смысла, там, да, если говорить с точки зрения критика. Вот что делает эту картину, да, насыщенной? Это ваша мысль, да? То есть есть инструменты, ну, там, кисть, ваша рука, вот эти краски, да? Но самое главное, что есть конкретная мысль, конкретная идея, живая идея, которую вы хотите выразить на этом холсте. У вас есть живая мысль, то есть вы даже не знаете, может быть, вы ошибаетесь, вот вы сейчас встанете с утра, и, может быть, то, что вы начнете делать, оно будет не соответствовать, оно, может, даже будет больнее. Но сама идея вас подталкивает, вот эта мысль, действию, да, попробовать. То есть вы зажглись, вы встали, вы проснулись, у вас глаза, глаза, как будто бы вы и не спали. Вы готовы, вы хотите попробовать. Сегодня попробовали, вроде бы, да, как-то не так. Через 3-4 дня вы начинаете чувствовать, вот по сантиметру, по миллиметру, что происходит изменение, что вы уже через 2 недели не сможете проспать. Вы понимаете, что это нужно делать. То, что вы начали делать, где-то отдаленно, каким-то очень далеким колокольчиком отозвалось у вас в голове, и вам чуть-чуть стало легче, незначительно. Но вы запомнили, вы запомнили это ощущение, и изо дня в день вы будете его усиливать. Это наркотик, это абсолютный наркотик. Когда вы через движение, через физику какую-то, начинаете улучшать свое эмоциональное состояние. Ваши рецепторы перестают давать боль в голову, вы начинаете чувствовать себя живо, бодро, интересно. Активность появляется. Вы понимаете, что именно зарядка дает вам вот это наслаждение. Но к этому надо подойти. Ну, а если вам самому тяжело это сделать, записывайтесь. Я вот внизу под видео оставлю статейку с контактов. Там два вида, как можно со мной связаться, как можно со мной дистанционно тренироваться или получить дистанционную консультацию. Потому что, в принципе, вопросы все одинаковые. Вопросы одинаковые у всех. Я для себя уже знаю ответы, и мне кажется, что они, эти ответы, достаточно такие простые. Но когда я начинаю рассказывать, оказывается, совсем непростые. Оказывается, для кого-то это, ну, прям открытие. Поэтому попробуйте со мной связаться и пообщаться. Всем спасибо. Живем без боли. С вами был тренер Хапаев. Пока. С вами был тренер Хапаев.